Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу, это логично Овсянка, овсянка Привет, Ярославль, Ярославская область И все, кто нас смотрит в любом уголке земного шара Это первый ярославский шоу Овсянка в ваших телевизорах И мы уже готовы взбодрить всех вас, друзья Давайте улыбаться, со встречи новому дню Потому что на календаре 28 апреля Мы с вами практически в шаге уже от жаркого лета, друзья Еще месяц нам до него остался Ну а чтобы вам было еще теплее Шоу Овсянка подготовила для вас самые интересные сюжеты Итак, сегодня Итак, сегодня занимаемся спортом Гуляем по музеям Узнаем новое о соцсети ТикТок Вместе с Дарьей Виноградовой в рубрике «Интересный человек» А еще поем военные песни И, конечно же, устраиваем мастер-класс Это шоу Овсянка, мы начинаем А сегодня, кстати, день работника скорой помощи И хоть этот праздник отмечается много лет Только в этом году после указа Владимира Путина Он впервые будет праздноваться официально Почти сто лет назад у великого режиссера Сергея Эйзенштейна Выходит первый полнометражный фильм «Стачка» В 1947 году норвежский путешественник Турхи Эрдал с пятью товарищами Отправился в знаменитое плавание на плоту Контики Сам плот был сооружен без единого гвоздя и болта Лишь с помощью веревок Спустя год в 1948 родился Террид Пратчетт Английский писатель и мастер юмористического фэнтези В 1969 году на экраны выходит комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» Картину, которую можно по праву назвать бриллиантом советского кино А нам все равно, а нам все равно Пусть боимся мы волка и сову Дело есть у нас в самый жуткий час Мы волшебную косим трын-траву 47 лет сегодня отмечает обворожительное и красивое Пенелопа-Круз 20 лет назад началась эра космического туризма Мультимиллионер Денис Тита поднялся на МКС И провел на борту космической станции почти неделю А знаете ли вы, что утренняя зарядка укрепляет не только мышцы, но и кости? Ваши косточки станут крепче, ну а улыбка шире, естественно Потому что всплеск андорфинов после каждой тренировки Это обязательное дело, друзья Именно поэтому шоу «Овсянка» всегда все начинается со спортивной рубрики Друзья, доброе утро! Меня зовут Малышков Ярослав Я думаю, что всем нам уже известно о полезности фитнеса И то, что фитнесом надо заниматься Не у всех есть возможность И я вам рекомендовал бы, если нет возможности ходить в фитнес-клубы Заниматься утром, либо днем, либо вечером, но дома Да, сегодня мы с вами разберем такое упражнение, как отжимание Да, это можно делать как для мальчиков более тяжелый вариант, так же, как и для девочек Отжимание груза у нас грудные мышцы, переднюю дельтовидную мышцу и разгибатели руки Давайте начнем То есть первый эпизод для мальчиков Отжимание от пола Стоим, руки в упор и поехали То есть мы выполняем движение не вот так, не вот так А именно четко, корпус ровно и отжимаемся Стараемся держать мышцу всегда в нагрузке Выглядит это примерно так Рекомендую делать 10-15 повторений, 3 подхода В принципе, этого для начала будет достаточно Разберем вариант для девчонок Их два То есть первый вариант, когда мы встаем на колени Да, то же самое Мы стоим ровненько и отжимаемся Второй вариант, когда мы берем диван, там кресло, любую возвышенность Да, и ставим руки уже на нее То есть выглядеть это будет примерно вот так Далее Когда мужчина у нас, да, для девочек варианты разобрали Мужчина у нас стал крепкий, сильный Наверное, нужно немножко усложнить Как это можем сделать Также берем возвышенность Это может быть диван, кровать, все что угодно Ставим ноги на нее и отжимаемся Этот вариант чуть посложнее С грудными закончили В принципе, мы можем также усилить нагрузку на трицепс Для этого мы просто ставим руки уже Поехали В данном упражнении больше работают разгибатели руки, нежели грудные мышцы Друзья, делайте эти упражнения каждое утро и здоровье вам гарантированно Я вам желаю всего хорошего, отличного дня и до новых встреч В рубрике «История вещей» по традиции Рассказываем все самое важное и интересное об экспонатах музеев Ярославской области Давайте посмотрим Сейчас мы с вами находимся на выставке, которая называется «Ярмарка» Что такое ярмарка? Это временная торговля на приспособленном месте Вообще-то это слово немецкое Оно состоит из двух слов, что означает «год» и «торговля» Так и получается «ярмарка» Если говорить о Ярославском крае То первые ярмарки в Ярославле Именно в Ярославском крае появились еще в XIV веке Это была всероссийская ярмарка на Малоге Она называлась «Холопий городок» Туда приезжали столько судов Что даже пешком, переходя с одного борта на другой Можно было перейти в Волгу Ну, у нас ярмарки в городе были на Ильинской площади На Сенной площади А в Ярославском крае еще одна всероссийская ярмарка была Это была ростовская ярмарка Конечно, с ярмарками связаны и торговля отдельными предметами И различные действия Вот мы с вами видим здесь сани В центре зала находятся сани Это сани, изготовленные в Пашихонском районе Как сейчас бы мы сказали В Пашихоне Это сани пошевни Это не грузовые сани А это, как бы мы сейчас сказали, опять же Парадные, пассажирские сани Вот если обратите внимание Вот полозья у этих сани изготовлены из дуба Они переплетены, укреплены черемухой А дно выслано из луба Это тоже часть древесины Но не этим интересны сани А тем, как они украшены Задняя стенка, она резная И основная резьба – это символы солнца И вы посмотрите Здесь вы видите дуги Которые тоже характерны для этого времени Дело в том, что эти сани Они праздничные, они масленичные Была традиция, когда вот украшали такие сани Украшали лошадей впряженных в эти сани И люди ездили на масленичную ярмарку Потому что очень часто ярмарки были связаны с какими-то праздниками Это был санный поезд А раз масленица – это что же? Это переход от зимы к лету И поэтому там много символов солнца И дуги тоже там Изображение солнца Знаки зодиака И тут еще изображение и птиц, и лошади Это все тоже связано с солнышком Представьте себе нарядные люди В нарядных санях И нарядная упряжь Красиво украшенные лошади Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И снова здравствуйте Это по-прежнему шоу «Овсянка» на Первом Ярославском У нас рубрика «Интересный человек» Сегодня в нашей студии очаровательная Дарья Виноградова Тиктокер, блогер и просто обладательница обаятельной улыбки Доброе утро! Спасибо, доброе утро! Даш, мы сегодня поговорим о Тиктоке Новая социальная сеть, которая на самом-то деле уже довольно-таки давно существует Сколько времени, кстати, уже? Официально больше пяти лет, но в России примерно три года в том виде, в котором она есть сейчас Да, ну и мы сегодня поговорим о том, как использовать вот эти возможности Тиктока Для того, чтобы, ну, может быть, обрести какую-то славу, популярность Я знаю, что ты в своей профессиональной деятельности очень хорошо применила вот этот эффект Тиктока О тебе узнали, когда ты стала там рассказывать о своем новом продукте Расскажи, пожалуйста, подробнее Я вела Тикток примерно полгода до этого момента Сначала я его вела просто, потому что мне сказали, что есть какая-то интересная площадка, которую срочно нужно развивать Я увидела у нескольких блогеров, что нужно брать и развивать Ну, если такое простое сравнение, то сравнить с сетью Инстаграм Все мы прекрасно знаем, что сейчас ее очень тяжело развивать Если ты не вкладываешь туда бюджет, развитие практически невозможно Даже звезды вкладывают в бюджет продвижения своих аккаунтов И мне сказали, что если ты не хочешь столкнуться с такой же проблемой потом попозже, то хватай сейчас эту сеть и развивайся Я скачала приложение, посмотрела Примерно мне хватило, наверное, на 2 часа Я его удалила, я думаю, что 90% людей, которые знакомятся с Тиктоком, у них оно начинается... Да, потому что ты сначала открываешь, ты понимаешь, что это полная деградация Мне стало страшно, не дай бог, мой ребенок когда-то будет в этой сети Я подумала, что все, это полная утопия, куда мы катимся и так далее Через какое-то время я опять увидела у другого блогера, что нужно брать эту сеть и развивать Ладно, попробую еще раз Также я примерно 2-3 дня потерпела, но на самом деле у Тиктока есть такая фишка, что лента ранжируется под твои предпочтения То есть под твои интересы Если тебе нравится не очень умное видео, то ты будешь видеть только их Если ты ко мне уже лучше, сейчас моя лента состоит из открытий в области астрологии, интересных книг, интересных фильмов Мне реально смотреть Тикток, я оттуда узнаю очень много интересных новостей, честно И если немножко перетерпеть вот эти первые 2-3 дня, потому что первые 2-3 дня тебе Тикток показывает все для того, чтобы понять, куда ты пойдешь Какую сторону, какую дорожку Ну, такое народное творчество И ты уже в зависимости от того, где ты задерживаешь свое внимание А, естественно, мы задерживаем сначала на не очень интересных, да, видео Что так можно делать Да, что так можно было То есть там у меня все время мысли были, как только видео, может, несколько миллионов просмотров набрать Если там просто вилка какая-то, да, показана Что вообще происходит В общем, таким образом я перетерпела и начала вести эту соцсеть Сначала я просто начала вести, как все, какие-то смешные видео, танцы И это вообще не заходило, не набирало никаких просмотров И изначально, когда я скачала Тикток, я начала вести просто как девочка, которая показывает свою жизнь И я даже не касалась своей профессиональной области Но в один момент я решила загрузить видео с ноготочками Так И оно у меня набрало больше 10 тысяч просмотров И для меня это был шок Я думаю, как вообще, как в Инстаграм максимум 1000 там у меня доберется, да, просмотров А тут 10 тысяч На самом деле это очень мало для Тиктока, но в тот момент у меня был шок И я попробовала двигаться в этой сфере И как только мы начали выкладывать Я уже начала подключать всех своих сотрудников У нас коллективное творчество Как только мы начали выкладывать видео из наших магазинов, из наших студий Вот первое видео, когда мы поняли, что нужно выкладывать про нашу сферу А у нас оно брало миллион просмотров И тогда уже мы поняли, что на правильном пути И теперь выкладываем только про нашу сферу, про бьюти-сферу Я советую всем экспертам, всем любой области Показывать свою сферу в Тикток Потому что он дает большие охваты Намного больше, чем другие социальные сети И пока это бесплатно, естественно, когда-нибудь мы придем к тому, что будет так же, как и в других социальных Итак, что же нужно сделать, если я хочу стать Тиктокером-миллиардником? Есть три правила Первое правило Это невыдуманные правила, я сама о них узнала на конференциях И стала применять на своем аккаунте Первое правило Обязательно нужно выглядеть ярко и снимать на ярком фоне Вот я пришла в вашу студию и поняла, что если бы вы мне дали возможность снимать на свои Тиктоки То это точно бомбануло Хороший свет, яркий фон, желательно какая-то яркая одежда Если нет возможности, то хотя бы белая Второе правило — это регулярность Тикток любит, чтобы видео выкладывались регулярно То есть если ты выкладываешь, к примеру, одно видео в день ровно в 4 часа То ты всегда выкладываешь это видео в 4 часа каждый день И третье правило — это лайф Сейчас это тренд То есть в Тиктоке есть тренды, антитренды И для того, чтобы видео больше просмотров набирало По опыту я вижу, что сейчас заходят видео живые То есть, к примеру, если я сейчас сняла бы, как мы с вами разговариваем О чем-то интересном, то это видео бы залетело в рекомендации То есть какие-то вот экспертные Здравствуйте, я вам сейчас расскажу, как делать то или то Уже не так заходят У нас уже замылился глаз и в сети Instagram очень много информации И мы уже не успеваем даже ее хватать, вылавливать А в Тикток тебе дается ровно 15 секунд на то, чтобы донести какой-либо навык своему подписчику И тебе это нужно, во-первых, сделать ярко, чтобы это видео залетело в рекомендации И понятно, чтобы его сохраняли, да, и были какие-то взаимодействия с этим видео Поэтому там эти видео заходят намного больше, чем в других социальных сетях И сейчас я знаю, помимо того, что я просто являюсь тиктокером Я еще являюсь членом развития программы Талантов Мне написал официально сам тикток Для меня это прям была такая новость, очень странная Прямо в Instagram мне написали Сказали, здравствуйте, Дарья, мы из тикток Мы вас приглашаем в программу развития талантов Мы видим, что вы активно ведете свою страницу Мы готовы вам помогать развиваться в сфере бьюти именно в тикток Я сначала подумала, что это какой-то бот и что-то левое Но действительно со мной потом связался менеджер и в самой сети тикток И подтвердили эту информацию И сейчас я являюсь участником программы развития таланта И что вы делаете вот в этом объединении? В этом объединении мы как раз советуемся, делимся опытом У кого что заходит, не заходит А узнаем первое о новых трендах, о новых направлениях То есть знаем именно вот это вот течение И нас направляют в ту или иную сторону То есть я правильно понял, да, что вот чтобы быть в тиктоке В тиктоке не обязательно снимать вот эти скетчи какие-то Или вот когда голос какой-то идет из кино, а ты губа не отыгрываешь Я могу сказать, что на 100% если ты хочешь ничего не добиться в тиктоке То нужно танцевать, прыгать и кривляться под звуки Потому что сейчас это не заходит Сейчас заходит интересная информация от экспертов И как раз вот я начала говорить про программу развития талантов Смысл в том, что сейчас тикток берет развитие на конкуренцию с ютубом Он добавляет более длительное время И помогает развиваться именно в профессиональной области Именно экспертам То есть вот эту вот историю с клоунадой и танцами Он начинает отодвигать на задний план И если вы поскролите ленту, посмотрите То заметите, что вот таких вот видео странных с танцами Их уже все меньше и меньше И вам будет учиться больше На тикток заметил, что я такое люблю И он меня все время это подкидывает Ну опять танцы, классно Я могу сказать по своему опыту, что когда я выкладываю туры плюс Мне нет времени что-то снять Я выкладываю к клоунку ревляния Он вообще не залетает, вообще не набирает просмотры А если я делюсь советом, делаю какой-то маленький мастер-класс То он набирает просмотры Понятно, замечательно Спасибо за интересную беседу Даш, до встречи в тиктоке И не только Мы продолжаем шоу Овсянк Впереди у нас гороскоп Овны, день может выдаться сложным Но если остальные знаки зодиака пасуют перед трудностями То вы действуете по-другому Принимаете вызов и решаете проблему И это правильно Ведь скоро негативное влияние планет уменьшится И удача вновь перейдет на вашу сторону Тельцы, сегодня вы упорны и целеустремленны Эти качества помогут достичь успеха И уже вечером вы будете праздновать победу Сегодня вам удастся найти единомышленников Ваши идеи необычны и интересны А к вашему мнению прислушиваются даже те, кто боится экспериментировать И предпочитает действовать по шаблону Близнецы, сегодня будьте аккуратнее, решая финансовые проблемы Вы мало задумываетесь о тратах И не все покупки окажутся удачными Особенную осторожность следует проявлять при работе с семейным капиталом Деньги, вложенные в сомнительные предприятия, вряд ли принесут прибыль Так что без советов специалистов не обойтись Раки, сегодня вас ждет благоприятный день Утром удастся обзавестись полезными связями Сотрудничество обещает быть плодотворным При условии, что вы будете проявлять разборчивость в общении А во вторую половину суток постарайтесь распределить дела по степени важности И не разменивайтесь по мелочам Действуйте четко по плану, это поможет избежать ошибок Львы, день обещает перемены к лучшему Вы настроены позитивно, и это очень понравится окружающим Вероятно, интересные встречи Не исключено знакомство с человеком, который сразу произведет на вас неизгладимое впечатление Девы, это подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое Многих представителей знака посетит вдохновение К тому же некоторые проявят завидную настойчивость Это поможет им добиться успеха там, где не справились другие Весы, день подходит для встреч с друзьями Вы наверняка отлично проведете время Найдется масса интересных тем для разговора Не исключено, что вы узнаете что-то полезное Высок творческий потенциал, любые дела, позволяющие дать волю фантазии Подарят массу позитивных эмоций Скорпионы, благоприятный день для общения Особенно полезно обсуждать рабочие вопросы, говорить о бизнесе Вам наверняка предложат помощь или дадут отличные советы Многие представители знака поймут, как справиться с делом, которому было отдано немало сил Стрельцы, вероятные успехи в учебе Это касается в первую очередь тех, кто уже начинал освоение какой-то дисциплины, но вынужден был прерваться Сейчас можно вернуться к таким занятиям, успехи не заставят себя ждать Козероги, плодотворный день Будет шанс добиться, если не грандиозного успеха, то заметного прогресса во многих делах Для этого вам не потребуется помощь, вы сами со многим отлично справитесь Важно правильно расставить приоритеты и не тратить время и энергию на пустяки Водолеи день подходит для решения финансовых вопросов Вы не швыряете деньги на ветер и заключаете выгодные сделки Некоторые представители знаков всерьез задумаются о долгосрочных инвестициях или найдут новый источник доходов Рыбы день отлично подходит для общения с людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы Можно узнать массу полезных вещей, будет возможность завязать какие-то приятные знакомства Вы на многих произведете хорошее впечатление И снова доброе утро, это шоу Овсянка На Первом Ярославском, друзья, прибавляйте звук погромче, потому что прямо сейчас у нас начинается рубрика «Песни Победы» Мы вспоминаем ваши любимые композиции, поем их и, конечно же, рассказываем самые интересные факты о них В нашей рубрике нельзя не вспомнить песню «Огонек» Стихотворение появилось в апреле 43-го года в газете «Правда» Автор Михаил Исаковский, а вот автор музыки неизвестен Многие композиторы и музыканты пытались сочинить свою версию, но это была другая музыка Автор известного всем варианта так и остался неизвестен, а для слушателей музыка стала народной Ну а теперь давайте послушаем песню о войне уже в вашем исполнении В эфире те самые ролики, которые вы присылали нам в 2020 году Темная ночь Только пули свистят по степи Только ветер гудит в проводах Тоско звезды мерцают В темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас С губами Темная ночь Разделяет Любимая нас И тревожная Черная степь Пролегла между нами Верю в тебя В дорогую подругу мою Эта вера Эта вера от пули меня Темной ночью хранила Радостно мне Я спокоен в смертельном бою Знаю, встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна С ней не раз Мы встречались с тебе Вот и теперь Надо мною она Кружится Ты меня ждешь И у детской кроватки не спишь И поэтому знаю со мной Ничего не случится Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас Глубами Темная ночь Разделяет Любимая нас И тревожная Черная степь Пролегла между нами Продолжайте петь свои любимые песни о войне Снимайте их на видео и присылайте нам на электронную почту И уже 9 мая вы сможете увидеть сами себя в эфире Первого Ярославского Камера смартфона при наведении ее на 2000 купюру оживляет русский мост во Владивостоке На обратной стороне взлетает ракета с космодрома Восточный А QR-код отправляет нас на официальный сайт Банка России И вообще сама купюра выпущенная в 2017 году выглядит красиво и современно А вот ее банковские братья куда скромнее Их дизайн разрабатывался более 20 лет назад в 1997 году Но скоро все изменится В начале весны Центробанк заявил о новом дизайне банкнот Как будут выглядеть новые рубли, что делать со старыми И как быстро нужно заменить банкноты Расскажем в нашей программе личные финансы Первые бумажные деньги в истории России появились в 1769 году Во время правления Екатерины II Тогда в империи образовался дефицит серебра А вот торговля напротив сильно развивалась И печать бумажных банкнот стала вынужденной мерой Первые бумажные деньги появляются номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей Любую такую банкноту можно было обменять на медные монеты В то же время в Москве и Санкт-Петербурге открываются два банка для обмена денег С 1786 года в оборот вводят более мелкие купюры номиналом 5 и 10 рублей Банкноты окрашены в синий и красный цвета, как в последующем их советские родственники С вводом в оборот бумажных денег появляется новая проблема – подделка денежных знаков В Российской империи наказание за изготовление фальшивок было суровым Но преступников это не останавливало Впрочем, как и сейчас Только на территории нашего региона в 2020 году выявлено 353 поддельных банкноты По сведениям Ярославского отделения Банка России Наибольший интерес злоумышленников вызывают пятитысячные купюры За прошедший год обнаружено 262 подделки На втором месте по популярности у мошенников – тысячные купюры Как отличить поддельные деньги от настоящих, расскажет эксперт криминалистического центра Необходимо в первую очередь обратить внимание на его содержание Необходимо внимательно прочитать текст на денежном билете В нем не должно присутствовать грамматических ошибок и несвойственных денежному билету слов и цифр Далее необходимо обратить внимание на публичные элементы защиты денежного билета На наличие водяных знаков, которые мы можем увидеть на просвет В подлинных денежных билетах изображение водяного знака имеет полтона В поддельном же денежном билете, как правило, полтона в изображении водяного знака отсутствует Рельефность текста «Билет Банка России» и метки для слабовидящих мы можем проверить на ощупь Микроперфорацию номинала банкноты можем проверить на просвет Поддельные денежные купюры изготавливаются двухслойными Защитная нить внедряется в купюру путем вклеивания между слоями бумаги данной нити На оборотной стороне купюры, в данном случае пятитысячная купюра образца 1997 года Имитируются выходы нити на поверхность путем прошивания данного слоя Мы можем отделить данную нить от поверхности купюры, иногда даже можем извлечь ее В поленной денежной купюре защитные волокна внедряются в толщу бумаги при ее производстве Защитные волокна, как правило, полимерные и их можно извлечь из бумаги В поддельных же купюрах на месте защитных волокон находится их изображение Вследствие чего их невозможно отделить от поверхности бумаги Большой театр, Аполлон на колеснице, классика мировой архитектуры Виды, как оказалось, вечные и всегда актуальные Но вскоре все изменится Говорят, уже в следующем году в наших руках появится обновленная соточка Как будет проходить процесс замены купюр и когда в наших кошельках появятся новые деньги, расскажем далее Замена дизайна купюр не дань моде Обновляют вид банкнот для безопасности Специалисты вводят новые защитные инструменты, чем усложняют способы подделки для фальшивомонетчиков Правда, резкого перехода на новые деньги не будет Вся замена происходит поэтапно На следующий год Банком России планируется к выпуску купюры номиналом в 100 рублей Затем в 23-м году это будут две купюры номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей В 24-й год это у нас 500 рублей И в 25-м году номинал более мелкий, две купюры 10 рублей и 50 рублей Но с выходом в обращение, с поэтапным выходом в обращение каждой новой купюры Купюры образца 1997 года будут оставаться законным средством платежа И будут использоваться в платежном обороте И их вывод из платежного оборота будет осуществляться постепенно, естественным путем Срок годности купюры зависит от номинала Более мелкие деньги чаще бывают в обращении, изнашиваются быстрее Крупные, соответственно, живут в наших кошельках дольше Но в среднем срок жизни банкноты 2,5 года После этого она утилизируется Центробанком По мере своего использования все купюры Они рано или поздно попадают с определенной периодичностью в подразделения Банка России Здесь у нас они проходят обработку В ходе этой обработки каждая банкнота, каждая купюра Она проверяется на подлинность, платежеспособность И оценивается на годность к дальнейшему поступлению опять в оборот Вот, ветхие деньги, изношенные, загрязненные Они изымаются из обращений и отправляются на утилизацию И ровно такое же количество банкнот, новых банкнот, уже поступает в оборот Естественный путь замены купюр займет несколько лет Это значит, что в ближайшие годы за покупками можно спокойно ходить с банкнотами образца 1997 года Спасибо вам, друзья Друзья, что это утро вы провели вместе с Первым Ярославским Давайте завтра в то же самое время нажмем кнопочку на своих телевизорах и снова увидимся До встречи, хорошего вам дня, пока-пока Доброе утро, область просыпается и снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым, в отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый, утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу, это логично Субтитры создавал DimaTorzok